Как ты относишься к назначению Абдул-Хакима Жиева, заместителем Верховного Донокомандующего Чараи, скажи свое мнение, Аллаху Акбар. Я понимаю, что эта новость сейчас, наверное, многих очень волнует, для тех, для кого это было новостью. Но дело в том, что я знал об этом наперед. То есть о намерении Абдул-Хакима примкнуть к Закаеву, об этом было известно за благовременно, уже давно эта тема шла, эти обсуждения были. Поэтому для меня это не стало новостью, и я поэтому никак эту тему не комментирую. И вас, я понимаю, для тех людей, кто знал его с одной стороны, и теперь вы увидели, раз его рядом с Закаевым, там какие-то назначения, звания и так далее, для вас это, конечно, шок. Но, друзья, такова жизнь. Как говорил имам Шафи, даже если вы увидите, как человек идет по воде, не спешите обращаться, проверьте сначала его действия, соответствует ли это все сунь, это все и только после этого вы следуете какое-то мнение об этом человеку берите. Поэтому это очередное напоминание вам, что нужно все сверять. Все действия человека нужно сверять с Пураном, сунной, как правильно действовать и ни в коем случае не обращаться. Ну, а для меня и для многих, кто был в теме, это не стало новостью. Потому что ты недоволен новым заместителем Верховного Главнокомандующего Чары из-за того, что он заместитель Закаева или потому что он не поддерживает войну против России и Украины. А я раз и сказал, что я кем-то недоволен, я же ни слова не сказал про то, доволен или нет. Кто я такой, чтобы быть кем-то довольным или недовольным? Я просто прокомментировал. У тебя есть политические амбиции? Ты планируешь в будущем избираться в органы власти Свободной Чечни? И на сколько из десяти ты оцениваешь свои знания и их полезность? Ваалейкум ассалям. Так, есть ли у меня политические амбиции? Ну, если у меня они появятся, то я об этом как бы объявлю. Я не хочу ничего опережать, говорить о чем-то заранее. Если появятся, то я не постесняюсь, скажу, что есть. Да, у меня есть вот такие вот амбиции, есть какие-то там цели, планы, задачи. Планирую ли я планов? Смотрите, говорить о планах избираться, это сейчас было бы смешно, потому что нет никаких выборов. В принципе, у нас их быть не может, пока у нас оккупированная родина. Поэтому сейчас можно забыть вообще про вот эти вот выборы в таком широком понимании, в прямом понимании. То есть мы не говорим сейчас о каких-то там выборах в узких кругах, там если какие-то организации, там председатели выбирают и так далее. Мы не об этом говорим. То есть я так понимаю, что под выборами мы имели в виду выборы в президенты, в парламент, в республики и так далее. Об этих выборах сейчас говорить вообще, ну это даже не рано, это вообще нереально сейчас об этом говорить. Поэтому у меня нет планов где-то в каких-либо выборах участвовать, потому что в принципе никаких выборов сейчас быть не может. Однако если под этим вопросом имелась в виду вообще какая-либо политическая деятельность, то ответ номер один. Как только я решу, что пришло время позиционировать себя как политика, заниматься какой-то политической деятельностью, я об этом объявлю. То есть у меня, иншаллах, не будет такого, что в какой-то момент я вам скажу, а я вот уже, знаете, веду эту деятельность там с тех топор, такого не будет. Будет, я буду с вами искренним, иншаллах, и в какой-то момент допустим я вам скажу, что все, вот с этого момента я теперь занимаюсь политикой. Вот такие вот у меня планы, такие цели и задачи, вот этого я хочу достичь. И в этом я хочу, чтобы вы мне помогали, допустим. То есть я, по крайней мере, до сих пор все делал именно так. Никаких вот этих подковерных каких-то тем, там что-то где-то встретились, там что-то тайком о чем-то поговорили, потом здесь об этом не говорят, такого не было. То есть что-то там, какую-то деятельность вести, а здесь нет. Да, всегда было так, что что-то я, если планирую и что-то делаю, я об этом, конечно же, не говорю, следуя хадису посланника Аллаха, чтобы какие-то планы не сглазить. То есть есть, в исламе есть такое положение, если что-то планируешь делать, то ты об этом не говоришь. Ты подготавливаешь, подготавливаешь, потом, когда ты все готов запустить, ты объявляешь и запускаешь. Но не так, что ты что-то запустил, ты это делаешь там где-то тайком, аккуратно, а здесь ты типа не при делах. Либо у тебя здесь что-то работает, ты говоришь, да, ну я к этому не причастен. Нет, вот такого, иншалла, не будет. А как я себя, насколько я оцениваю из десяти своих знаний и их полезности, ну я не знаю, это о каких знаниях идет речь. Тут, наверное, нужно как-то уточнить. Но я даже не прошу, даже это не уточнять. Я не хочу сам себя оценивать. Пусть меня оценивает, оценивает аудитория, мои знания, их полезность и так далее. Надо иметь амбиции, Тумсо. Главнокомандующий же взялся откуда-то, а ты не мелочись, объяви себя президентом. Оказывается, так можно было. Вообще, да, конечно, шутки шутками, но по идее это такой прецедент, да, ты можешь как бы теперь сказать, ну раз можно кому-то, почему нельзя и мне. Но от этого сама абсурдность не уйдет, понимаете. Ну вот я себя назову президентом, допустим, там какой-нибудь Хурейш назовет себя императором, кто-то царем, королем или канцлером кто-то еще назовет. А в конечном итоге никто на самом деле им являться не будет. Поэтому надо все-таки какие-то реальные вещи делать. А их можно делать. То есть реальной политикой заниматься можно. И если уж заниматься, то нужно заниматься именно и реальной политикой. Там, где ты представляешь из себя только то, что ты можешь сегодня представлять. То, что ты можешь сегодня предложить людям, только этим ты занимаешься. А просто громкие какие-то названия, провозглашения, они заканчиваются этими же разговорами. Ничего более. Савап Тумсо. Только что читал новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи алкоголя в день смерти Путина. Как думаешь, правильно? Бывший Гурон Низну? Правильно ли, что в день смерти Путина нельзя будет пить? Я даже как-то боюсь на эту тему рассуждать, салаб. Потому что водка это такая отдельная... Вообще алкоголь это такая запретная зона в России. На эту тему рассуждать нельзя. Пусть они сами решат, можно в этот день пить или нельзя. Вообще есть ли такие дни, в которые нельзя пить? Пусть они с этим определятся. В том, что независимо через никакое будет законодательство относительно алкоголя, табака и легких наркотиков типа каннабис. Я не могу знать, конечно, каково оно будет, но я могу сказать точно, что это все должно быть, конечно же, под запретом. Но только разумно все должно запрещаться. Не так, что там что-то такое на 800 лет отправили в тюрьму. Не так. Или если человек уже зависим от наркотиков, допустим, его надо лечить, а не сажать в тюрьму. То есть здесь надо понимать, то есть надо перенимать опыт борьбы с этим явлением. Есть очень хорошие прецеденты, допустим, по европейским странам. Этих людей, тех людей, которых нужно наказывать, допустим, распространители и так далее, их нужно наказывать. Тех, кто зависим, их нужно лечить, их не нужно наказывать. И наоборот, да, возможно, где-то нужно их потихоньку снимать с этой зависимости. Не так сразу. Все эти моменты нужно... Эксперты должны это все разрабатывать, конечно же, перенимать опыт от развитых стран, как у них это все устроено. Субтитры создавал DimaTorzok